Музыка Главным результатом российской агрессии против Украины могут стать испорченные на десятилетие отношения между украинцами и русскими. Это становится фактом, констатируют политологи. Судя по всему, Россия медленно, но уверенно начинает менять отношения к тем событиям, которые происходят на востоке Украины. Изменение в риторике представителей высшего звена госруководства, которое началось 8 мая с обращения Путина к сторонникам федерализации Украины с просьбой отложить референдум, сегодня принимает все более выраженный характер. По крайней мере, об этом могут свидетельствовать неоднозначные выскажения главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего на весь мир, что Россия не намерена присоединять к себе Донбасс на фоне причин, почему мир не признал Народной Республики Донбасса, сделанные им во время интервью телеканала Бомберг. Впрочем, истинных намерений российского руководства не знает никто, поэтому аналитики издания «Биржевой лидер» опросили экспертов России и Украины, задав вопрос, зачем России нужен Донбасс. Если мы представим, что за всеми событиями, происходящими на Донбассе, с начала марта стоит именно официальная Москва, а не кто иной, то цели у нее может быть как минимум две, уверены российские эксперты. Первое. Присоединить Донецкую и Луганскую области к России, как ранее Крым, или создать независимое государство, по аналогу с Приднестровьем. Об официальном присоединении речь практически не идет. Непризнанное государство, имеющее общую границу с Россией, имеет для России даже больше преимуществ. Оно будет на 100% зависимо от Кремля. Вместе с этим Москва не обязана нести перед самопровозглашенным ДНР и ЛНР никаких обязательств. В обязательном порядке давать российские паспорта нелояльным к России украинцам. Второе. Оставить эти области в составе Украины, создав на этих землях территорию хаоса и перманентного гражданского конфликта, на фоне которого россияне оценят стабильность мира в самой России. Присоединение Крыма будет выглядеть спасением русских от хаоса гражданской войны в Украине.